Знание, карьера, форум с таким названием прошел в ЧГПУ имени Яковлева. В его рамках глава региона Олег Николаев анонсировал создание отдельного государственного органа по молодежной политике. Во время открытого диалога глава Чуваши ответил на многочисленные вопросы молодежи, студентов колледжей, техникумов и вузов. Ребята спрашивали про стипендии, программы для развития молодежи, возможности трудоустройства и многое другое. После окончания планирую открыть свое дело. Хотела бы спросить, какие у нас в нашем регионе вообще есть возможности, чтобы продвинуть мою идею? До конца апреля вы можете подать заявку в Минэкономразвитие Чуваши для того, чтобы получить грант для молодых предпринимателей до 500 тысяч рублей. Это уже первая поддержка, это безвозмездно, это вам просто дают для того, чтобы вы организовали. Ну, конечно же, вы потом должны организовать этот бизнес. Отвечая на вопросы, глава республики выразил готовность рассмотреть предложение о введении оплачиваемой практики для студентов педагогических специальностей. Соответствующее поручение было дано Минобразованию. В целом для развития молодежи в регионе делается многое. С многочисленными программами ребята познакомились поближе. Я был очень рад задать свой вопрос по поводу стипензий вообще в техникумов, потому что этот вопрос очень остро важен для нас. И получил вполне внятный и продуктивный ответ. Я являюсь приезжим студентом. Для меня было бы очень полезно вообще узнать по разным новым программам, которые есть в Чувашской республике. И также по программам, которые сделаны для людей из других регионов. На встрече со студентами руководитель региона отметил, органу по делам молодежи необходимо придать иной статус. Теперь он выходит из Министерства образования и становится управлением главы Чувашии по молодежной политике. Создание отдельного ведомства станет мощным импульсом для развития нового поколения. Анна Центовская, Юлия Адюкова, Сергей Емельянов. Республика.